Вот это, наверное, моя тётя. Нет, вот это. Ой, а это вот, наверное, мои двоюродные братики и сестрички. Привет, Мур. А чем это ты занят? Привет, Мишутка. Да вот решил собрать в альбом фотографии своих родственников. О-о-о! Ух ты! Сколько же их у тебя, а? И что, все они твоя родня? Ну, конечно. Ведь всех нас называют семейством кошачьих. Это и тигры, и львы, и леопарды, и пантеры, и даже обычные домашние коты и кошки. Э, что, ты про всех всё знаешь? Да нет, не про всех, но вот про тех, которые живут на территории нашей страны, знаю. Хочешь, расскажу? Ну, конечно, очень-очень хочу. Однажды я путешествовал по заповедникам Дальнего Востока. Там я познакомился с Линдой. Она учёный-зоолог. Линда – американка, но живёт и работает в одном из этих заповедников. Р-р-р! Как раз в них больше всего обитает представители семейства кошачьих. И от Линды я узнал очень много интересного про них. У нас действительно много твоих родственников. Самый большой – это амурский тигр. У нас есть лесной кот, рысь и дальневосточный леопард. Конечно, они отличаются друг от друга прежде всего своим внешним видом. Тигр – это самая большая кошка. Интересно, что у неё вертикальные полоски не только на шерсти, но и на коже. Дикий лесной кот имеет серый окрас, который помогает ему сливаться с ветками деревьев, на которых он чаще всего обитает, и тем самым скрывается от врагов. А рысь зимой серая, а летом в пятнышках. У неё коротенький хвостик и ушки с кисточками. Охотятся эти кошки тоже по-разному. Тигры, леопарды и рыси выслеживают добычу, крадутся и набрасываются неожиданно. А лесной кот предпочитает брать добычу из мором. Он преследует её, может даже поиграть с ней, а потом нападает. А какие трудности приходится преодолевать кошкам, которые здесь живут? Самое сложное, что приходится им преодолевать здесь, это снег. В этих местах он выпадает толщиной более метра, и тогда тигру приходится преодолевать его как трактор, потому что тигр очень большой и тяжёлый, и поэтому проваливается. А вот рысь приспособилась по-другому. Ей природа дала большие лапы, и они её, как лыжи, удерживают на поверхности снежного покрова. А лесной кот поступает очень хитро. Он прыгает по деревьям и высматривает ропы, которые протоптали другие звери. По ним и бежит. А ещё кошки пользуются лесной почтой. Да-да, Линда показала мне дерево, которое учёные называют меточным. Видишь, Мур, тигры, рысь и леопарды подходят, царапают это дерево, оставляют здесь частички шерсти и свой запах. Оказывается, они так передают друг другу сообщения. Например, я, тигр Мур, сегодня проходил здесь, когда охотился. Чтобы наблюдать за тиграми, учёные около таких деревьев вешают фотоловушки, которые фиксируют любого, кто приближается к деревьям. Так люди узнают о том, как живут кошки заповедника, какой у них режим, как они проводят время. Тигры большую часть ночи находятся в движении, и бодрствуют они до середины ночи. Потом, как правило, уходят в горы, находят там себе укромное местечко и спят. Кстати, у тигров зимой шерсть становится на несколько сантиметров длиннее, чем летом. Рысь зимой тоже очень много двигается, чтобы сохранять тепло, и шерсть у неё становится более серой, потому что отрастает длиннее. А холоднее всех зимой лесному коту, потому что он маленький и более чувствительный к холоду. Он находит какое-нибудь укрытие, пытается в нём согреться, проводит много времени на деревьях. Детей в семье тигров воспитывает только мама! Отцы не занимаются воспитанием детёнышей, но иногда они могут встретиться всей семьёй, чтобы поделиться едой. Когда детёныш вырастает, он уходит максимально далеко от своих родственников. Так делают сыновья, а дочери всё же остаются ближе к матерям. Мать-тигрица даже может сделать свою территорию чуть меньше, чтобы отдать кусочек дочери. А самое главное, что я понял, в дальневосточных заповедниках тигров охраняют очень строго, ведь дальневосточный тигр занесён в Красную книгу, как исчезающий вид. Только представь, Мур, сто лет назад у нас было примерно сто тысяч тигров по всему миру, а сейчас всего 3700. Если мы и будем их охранять, то не успеем их глазом моргнуть, как они все исчезнут. Да, ты так хорошо рассказал мне про своих родственников, что я решил завести свой фотоальбом. Мне интересно было бы узнать про свою семью. А ты знаешь, я ведь у Линды поинтересовался про твоих родственников. Она мне много чего рассказала, но об этом в следующий раз. А на сегодня это всё. Пока! До встречи, ребят!